Сегодня снимаем ламповый прямой эфир с Владом Ноздрачевым. Он, как выяснилось, после прошлого нашего лампового эфира бросил пить. Будем выяснять, почему это происходит. Влад у нас в стране отвечает за бизнес-образование, за мебель и за маркетинг в целом. Поговорим с ним сегодня о том, как жить в современном мире, в мире, как он говорит, новой экономики. А ты зачем это сюда поставил? Да, я не знаю, у нас здесь, видишь, мы все выставим, все лучшее выставляем. Нет, нет. Это же лейка, давай ее поставим. Нет, ну, хочешь поставить, поставь, если это лейка. Ребята, пятерочка. Смотрите, сделано добросовестно. Это оригинальный провод? Этот провод нет. Это не оригинальный, но мне нравится этот страх. Это велосипедный кабель, да? Да, можно? Давайте, давайте покажем. Во-первых, у нас Влад сегодня заказал доставочку из Наполе. Наполе, да. Наполе, точнее. Это очень крутая, кстати, пиццерия. У них там единственная в городе печка, да? Ну, по-моему, они... Это лучшая пицца, которую можно купить. Я могу подтвердить, потому что мы там кушали пиццу, их фирменную, я сегодня тоже заказал. Просто... Ну, супер. Монифик. Или как там говорят, талинцы. Это ромовая баба. Таки баба. Таки баба. Я не нашел ей мужика. Вот смотрите, какая красота. Ну, в доставочке оно выглядит, конечно, немножко похоже. Да, не очень грибочки как бы поплыли, но все равно... Ну, я, наверное... Ну, это мы на десерт оставим, давай. Все, что делает Наполе, это просто... Божественно. И давай самое главное покажем. Что ты, собственно, заказал? Это то, что просил. А, это то, что я просил. Да, тут я за еду хожу на эфиры. Так это и было же твоим основным требованием. Ты сказал, приду, только если покормите. Да. Но оно такое уже немножечко с конденсатом. Это что у нас? Это макароны. Это ригатони с баклажанами и с моцареллой. Или с пармезаном. Ну, вот что это такое. Или с тем... Мы сейчас прервемся, Влад покушает, потому что... Ты тоже покушаешь? Да, я тоже покушаю. И мы вернемся и начнем наш ламповый эфир. Не переключайтесь. Вы, кстати, тоже себе возьмите еды, потому что смотрите ламповый эфир без еды. Это просто преступление. Мы тут доели. Готовы уже поступить к ламповому эфиру. И пока мы обсуждали, что в кадре не очень приятно, когда люди кушают. Поэтому, да. Кулинарные блоги очень популярны. С ними... Ну, там нужно находить правильный баланс. То есть надо вырезать чавканье. Вот эти вот... Вот это все. Вот торчащая рукова изо рта. Вот это все обычно вырезают. Потому что на это не очень приятно смотреть. Но вам приятного аппетита. Ты хотел рассказать нам историю про Андрея Федорева. Кстати, вот обратить внимание. Какую историю? Правда, да? Правда, все. На камеру не расскажу, да? Я не знаю, о чем речь. У нас же нет монтажа. Ты знаешь, ты же смотрел наш эфир. У нас нет монтажа. Поэтому я хотел бы представиться. Меня зовут Роман Кирилович. Я себе нарисовал сегодня Эмадзи. Вот это вот. Которая, как выяснилось, не молюсь за ваше упокоение. Это Дай 5. На самом деле. Тут нету логики. Потому что если бы они хотели это сделать, они бы развили цвета рукавов. Это какая-то утка. Скорее всего, это все-таки... Аминь, да? Я думаю, да. Почему тогда все смайлы альтернативные и стикер-паков под этот смайлик именно связаны с этим? Почему там не 5 другов? Это вообще теория заговора какая-то. И Влад Ноздрачев, так как ты у меня соценируешься, в первую очередь, с супер-людьми, я нарисовал тебе эмблему Супермена. Не очень получилось. Конечно, ну вот как есть. Да, спасибо большое. Это Влад Ноздрачев. Это я. Ты себя как идентифицируешь? Маркетолог, предприниматель, любитель рукавов в зубах. Ну, точно. Ну, я больше, да, предприниматель, да. Понятно. Ты сейчас, давай, перечислим все твои бизнесы, основные супер-люди. Это школа новой экономики, которая сегодня принес 2,5 тысячи гривен прибыли. Ну, прибыль, наверное, меньше дохода. Так. Я купил супер-дог. Этот супер-дог. Андер-дог. Кус. Класс. И это что у нас еще? Это Юнит Скул. Да, Юнит Скул. Оф Бизнес. И Дромель. Твое недавнее как бы пополнение в коллекции. Да. Ну, поговорим об этом во всем. Да. Класс. Спасибо, что заехал. У нас, ты же знаешь наш формат? Я посмотрел дару роликов. Пару роликов. Всего было 4, ты посмотрел 50%. Я посмотрел 2. Ты посмотрел 50%. У нас есть формат распития спиртных напитков, но как мы уже выяснили, я и в подводочке, и у Юры это обсудили, ты перестал пить год назад. Да, примерно в то время, когда мы проводили прямые эфиры, мы видим, сразу после понял, нет, вот я больше пить не буду, посмотрел этот выпуск. Поэтому для тебя у меня есть безалкогольное. Да, а есть вода. Есть и вода, но есть и безалкогольное вино. Я хотел бы отметить, что это самое худшее вино, которое у нас было в прямом эфире. У него рейтинг Вивина 2,5. Поэтому предлагается. Я хотел бы попробовать рейтинг. Давай попробуем. А чего? Надо было полтора найти. А, подожди, так как это не настоящее вино, мы будем пить его из ненастоящих. Прекрасно. Если хочешь, у меня есть для тебя бокал. Нет, у меня стаканчик, пожалуйста. Стаканчик? Да, просто. Может, надо же плюнуть. А, люди, наверное, покупают, думают, что они сейчас будут пьянеть, но ничего не происходит. Но есть такое, знаешь же, люди пьянят не только. Там правда ноль? Ноль, да. Ты думаешь, я буду тебе подставлять? Да, я же не знаю твоих мотивов. Может быть, ты здесь разоблачаешь людей, я хочу убедиться. У тебя появились люди, которые вот такие, типа, агрессивно настроены к твоему. Решение. Ну, типа. Да, ты хочешь с этого начать? Ну, давай. Ну, как бы, как они, типа, ну, давай побухаем, да? В таком духе. Ты же в Грузию ехал, как ты там выдержал? В Грузии потрясающий был момент. Вообще, я не вспоминаю, когда это я так, что-то так сказал и вспомнилось. Просто год прошел и вот вспомнилось. Я зашел во дворик сфотографировать лестницу такую. На лейку? На лейку. Спасибо, что я имею в виду. И в сторис снять. Да. И ребята справляли Пасху. Так. И двое немолодых уже, но прекрасных грузинских мужчин пригласили к столу, где они поедали ягненка и пили немножечко, очень ароматно, во плохом смысле, канька. Ну, такой типа. Да, и, конечно же, мне предложили рюмаху. Смудячок, да? Да. И, ну, скорее всего, я был бы избит, если бы даже в руку бы не взял. Ну, то есть, он говорит, да что ты, давай, пригубь. Ну, я пригубил так просто и впервые за долго, за много времени я вообще испытал аромат спирта. И такой прям аж меня как-то, да. И с тех пор? С тех пор, с позавчера, да. С позавчера. Так ты сам развязался, да? Нет, я не развязался. Давай попробуем этот отвратительное вино, это? Ну, компот, да. Компот. Вот, ну, нельзя же сделать нормальное вино, безалкогольное, вот ничто не сравнится. Ну, это компот, да. Ну, классное, с одной калорией на 100 грамм. На 100 миллилитров. Нет, не с одной. С одной написано. 23. Калории. Да. На 100 миллилитров. На что я посмотрел? Не знаю. 1% чего-то там был. Ну, чего-то там, наверное, каких-то там. 100 миллилитров, это 1% of daily recommended calories. То есть, можно выпить 100 бутылок в день. Запрятали, видишь, какой месседж. Ребят, 100 бутылок это ваша норма. И вы будете абсолютно трезвые, но мочевой пузырь. Знаешь, что от жидкости можно умереть? Да. Не от той жидкости, куда... Можно утонуть. Можно нырнуть. Можно утонуть от жидкости. По-моему, нужно выбить 8 литров. Ну, так, достаточно, как раз в сочной перспективе. И все. Она токсичная, вода. Вода, я имею в виду. Не жидкость, а вода. В смысле токсичная? Это как? Когда очень много. Когда очень много. А, не успевают перерабатывать. Да, она становится ядом. Был... Я эту историю где-то вспоминал. Был конкурс где-то на радио. И там нужно было за какой-то приз, за игровую приставку, нужно было выпить много... Чем больше ты выпьешь, тем больше шансов победить. Да. Кто-то победил, но это была последняя его победа в жизни. Ты шутишь? Серьезно? Да, да, да. Прикинь. Я об этом подумал, мы снимали Склопотенко с Женей. Да, кстати, я хотел включить, чтобы на фоне... Ты меня не забанишь на YouTube, если я буду играть это на фоне? Нет, пожалуйста. Подниму тебе просмотр. Это очень опасная история. Я потом... Давай расскажем, что происходило. Вы тестировали по нарастающей соусы с этим... Да, есть YouTube-канал, где я развлекаюсь. Да. Во-первых, ссылочка будет в описании. Юный блогер, начинающий. Да. Завел YouTube-канал. После всех уже. После всех вошел. После всех. Вовремя, в 2021 году. Снял выпуск Жени Клопотенко, они обсуждали FoodTech. Да. При этом кушали наггетсы и каждый раз макали их во все более острый соус. До шло там... До двух с половиной миллионов сковелей. Да. Это, считай, ингредиент, из которого сделан крайний соус. А, ну я знаю. Самый острый в мире вообще. Два с половиной? Два с половиной миллиона. На что это похоже? Это похоже на удушье. То есть, следующий по уровню, это как баллончик ТРН, который в лицо пшикает людям. Перцовый. Следующий это перцовка. Так вы дошли до этого? Да, да, да. А потом уже вот в конце это уже, так, знаешь, как-то... Перцовый баллончик давай сюда. Но мы догнались еще конфеткой шоколадной, которая была еще с каким-то тоже там... Ну, это было ужасно. Вообще, я очень сильно... Это нельзя... А ты острое любишь вообще? Да, я люблю острое. Я не подумал... Не то, что не подумал. Есть популярное шоу в Америке. Мы его украли. И, значит, решили сделать просто... Ну, интервью не хотелось проводить. Было бы скучно. И мы... Почему бы не украсть какой-нибудь из вариантов? Мы нашли вариант, украли. Но оказалось, что все, кто повторял, многие из них не рассчитывали. Не были готовы к такому результату. Их просто обожгло. Они там терли глаза, попадали в реанимацию. Так что все это могло закончиться чем угодно. И мы там специально в описании написали. Не надо этого делать. Да, это была абсолютно глупость. А Женя как, жив? Женя сидел... Его ежедневная жизнь вообще. Мы видим... Он все пробует. Он открывано открывает. Он подначил тебе, давай с ножа с лижем. Ой, это было... Не напоминай. Да. Я клянусь, не напоминай. Он открывает соус, дает мне понюхать. Он такой нюхает и говорит, ну это все уже. Говорит, все, прощаться. До свидания. Пахнет как растворитель. Ну, прям, да. И вот все. И ты удушь я абсолютно. Так, ребята, очень внимательно. Мы тут шуточки шутим. Но на самом деле все... Нельзя делать. Я такой никогда, ну ни при каких обстоятельствах повторять бы не стал. Слушай, у нас в прошлом выпуске, который мы зачем-то разместили накануне Пасхи, и мало кто посмотрел, поэтому переходите с Юрием Гладким, посмотрите наш ламповый эфир. Получился очень... Не знаю, как получилось у тебя. Как тебе? Я несколько смеялся, поскольку меня это вспомнил. Класс. Это много. У нас просто одна шутка была, ты несколько смеялся. Удивительно. Наверное, первый раз смеялся над шуткой, второй раз над тем, что ты над ней смеялся. Да, да, да. И третий раз... Дошло. Третий раз до тебя дошло. Мы разговаривали тостер. Когда будем рассказывать. Шутку про аристократов. Сейчас, чуть позже, подожди. Она же очень длинная. Смотрите, у нас был розыгрыш тостера. Хлеб, как видите, остался оригинальный. Я выиграл его или кто? Нет, ты не писал комментарий, поэтому ты не выиграл. А выиграла девочка, ее зовут... Нет, не девочка, а мальчик, оказывается. Андрей Титарюк, он предложил рубрику «Не реклама». У нас эта рубрика и так была, но он ее сформулировал. И у нас будет теперь рубрика «Не реклама». Что это за рубрика? Во-первых, Андрея поздравляем, он получает тостер с хлебом. Андрей, напишите по своим комментариям, собственно, свой email. Мы туда напишем, как вы сможете это забрать. Рубрика «Не реклама» – это когда мы тут все в принципе рекламировали. Мы Лейку несколько раз прорекламировали. Им это очень надо. Они очень ждали. Мы еще 20 раз прорекламируем твои социальные сети. На пуле и вообще все на свете. Мы любим рекламировать. Обязательно Федерик прорекламируем. Федерик прорекламируем, ребята. Вот начинающие маркетологи, неплохие вроде бы. Неплохие вроде бы, обращайтесь. Был какой-то бренд любой, украинский, неукраинский, который тебя в последнее время сильно удивил. Вот именно идея бренда, продукта, какая-то, услуга, что угодно, не обязательно продукта. Классный вопрос, неожиданный. Ха! Ты пока подумай, я расскажу о своем, который меня удивил. Ты уже знаешь об этом, потому что я тебя тегнул в сториз. Я это увидел у своего доброго знакомого Андрея Зубенко, рекламное агентство, ну не рекламное, YouTube-агентство Uncle. Они помогали нам с каналом в самом начале. Это вино. Он показал, как его опыт, скажем так, распития. Потому что он начинается еще до того, как ты, на самом деле, открываешь бутылку. Это австралийское вино, называется Nineteen Crimes. Приводится как 19 преступлений. У него очень крутая история. Вино, ну, в Австралии, знаешь, когда сформировалось, как континент, туда высылали в течение нескольких столетий зэков английских. То есть королева отправляла, это была как тюрьма такая. И были 19 преступлений, за которыми можно было, собственно, отъехать в Австралию. Ну, какие-то. 19. 19 их было, списочек. То есть, если ты попал в 19, ты в добрый путь, и если доживешь, то мы уже в Австралии. И ребята... Какая классная программа репатриации. Теперь они решили эту историю вспомнить. Они не выпустили пока 19 бутылочек, но это серия, которая перспективно будет пополняться. Сейчас там штук 6, по-моему. Это вино... Каждому отдельному заключенному посвященному? Посвящено, во-первых, оно... Преступлению. Преступлению, да. Тут на пробке написано, эту бутылку я выпил пару дней назад, а это новое. Здесь на пробке написано само преступление, вот номер 18. По-моему, за побег из тюрьмы. Прикольно, да? И самое главное, что здесь есть, это вот то, что действительно взрывает мозг лично у меня в такой очень классической сфере, это приложение. Вот, смотрите, что будет происходить. Она рассказывает, то есть AR-технология, она рассказывает какую-то историю своей высылки, да? Как тебе идея? Офигенная идея. Скажи, для такой классической очень ниши, где вот очень сложно удивить. Ну да, вино, я, опять же, немножко тут отсталый. Хотя вино обожал, да, я вино, красное вино вечерком. Теперь компот. Да, теперь ничего, я не пью компот просто потому, что я теперь не могу пить вино или не могу, или не хочу, неважно. Но вообще вино, оно должно как-то было эволюционировать. Слишком было классическим, слишком консервативным, слишком против молодежи. Появление натуральных вин открыло эти двери. Появление каких-то вот этих вот таких легких, каких-то ненавязчивых историй. Там вот, кстати, Тейл, забыл, как это называется вино Тейл. Тоже австралийское или новозеландское. В общем, с нового света какое-то недорогое вино, которое просто с крышки открывается, как томянка у нас была. Студенческая, да. Да, без претензий совершенно, и люди простые могли переходить на вино с пива или с более крепкого алкоголя, можно было их переключать. И натуральные вина, там какие-то неожиданные страны начали себя проявлять с какими-то неожиданными неприевшимися вкусами. То есть какие-то волны начали появляться, и каждый нашел свою нишу. То есть консерватизм разрушен. Есть великие вина, которые остались, и ты их не поменешь. Никогда вот таким заниматься не было, да? Да, но не может быть, может быть, потому что как это никогда? Ну, то есть не говори никогда, кодек сказал, и что? Так тебя какой-то бренд впечатлил, если я не вспомнил? Украинский. Любой, любой. Я из свежего, мне понравился кампейн Uber, который сказал, что он отвезет из неблагополучных районов людей на вакцинацию. Бесплатных 100 тысяч поездок. Украины или мира чего? Нет, нет, это Adweek опубликовал, что это пока в Штатах. Ну, возможно, они перейдут куда-то дальше и будут предлагать, когда только вакцина появится у нас. Может, Uber привезет. Может быть, Uber привезет. Может быть, он будет нас возить куда-нибудь и привезет нам, где вакцина есть. Слушай, это такие, значит, туры, вакцинационные, вакцинационные, вакционационные. Напишите. Ты смеешься, но есть люди сейчас, которые собирают людей, говорят, полетели, там нас привьют. Класс. Я не шучу, это прямо за деньги делают. Я не сомневаюсь. Все, Pfizer, все, полетели. Ну, как бы рынок целый открывает. Лично сам Pfizer привезет. Лично. Привезет. Но мне очень нравится, как они сейчас подходят к потребителю, к запросу, как они чувствуют то, что происходит. И они недавно издали книгу, у них есть концепция, что too much food waste, много еды расходуется зря. Да, пустую, да, 60%. Да, да, есть такая движуха. И они предложили кулинарную книгу, как из того, что остается, сделать еще что-то новое. Я тут как-то после нашего эфира с, по-моему, Димой Борисовым, это было в пятницу, я запаковал себе еду и забыл здесь. Да. Ну, в понедельник вернулся. И пошел на рыбалку, червей взял, пошел на рыбалку. На месте Икея я бы, наверное, из них что-то приготовил, но я просто взял это, отнес мусорник. Вот это интересно. Ты в ютубчик ворвался. Назовем это, да. Ну, на ютубчике все вот так вырываются. Да. Как бы продакшн, вот Лейка, вот Свет, вот Клопотенко, вот вам полторы тысячи просмотров. Это нормально, Влад. Это нормально. Мы тоже с этого начинали, мы и сейчас на этом же этапе. То есть ты, главное, надолго не выходи, потому что ютубчик перестанет тебя считать вообще за кого-то, за человека. Я понял, да. И снова полторы тысячи просмотров на выпуск. Поэтому, ребята, рекомендуйте наши выпуски добренькие, ламповые своим друзьям. Выпуски, где у нас есть чувак с дредами в виде кактуса. Это чьи-то дреды. Это чьи-то дреды. Просадил и проросли. Кактусовые дреды. Что происходит? Ты завел свой подкаст, я тебе писал, что он офигенный. Мне очень понравился. Ты просто, ну, там... В подкасте сразу надо же хвастовство все доставлять. Значит, в топ-3 в рубрике предпринимательства в Белоруссии. Где? В Литве. Сейчас тебе медаль дам. В Литве. В Украине. В топ-3. Это в Эпле? В Эпле, да. В... В Киргизистане. В Киргизии. Ну, в общем, вот в этой стране. Я не люблю эти моменты. Слушай, говори как хочешь. Я, например, не обижаюсь уже давно на Украине. Как вам удобно? Сейчас начнется, я знаю. Да, надо придут тебе тебе расскажут сейчас быстро. У меня под серией Склопотенко написали, откуда я родом, куда мне отправиться. Да, это читай, не читай. Там есть кнопочка забанить. Да. Нет, допустим, они пишут, других читают прикольно. Вот. И хороший, видите, набрал, это был мой, я каждое воскресенье выпускаю. Классно, я рекомендую. Смотрите, полчасика, начинал с часа, правильно, что пришел половинку. Первые 15 минут я начинал 15 минут. Первые 15 минут я записывал 5 часов и монтировал столько же сам. Да, я читал в Телеграме. Это ужасно было. Это все было, я все переусложнил, все сделал. Я не знал, как это делается. Я не хотел никого из команды напрягать. Я не хотел никого заказывать. Я хотел сам разобраться, как это работает. И, в общем, потратил кучу времени. Но второй, третий уже потом. О чем у тебя там, давай вкратце, о чем, о чем подкаст? Подкаст, он очень субъективный. Это про мое, там, собственное впечатление, как надо вести свои дела или проекты. Больше все-таки по маркетингу. Это маркетинг-бизнес. Бизнес и маркетинг. Больше, больше, больше. Ну, то есть, у меня комбинация творческого потенциала человека и предпринимателя. Я верю в креативных лидеров больше, чем в каких-то аналоговых, цифровых, каких-то сугубо. То есть, если нет эмоций, то такой бизнес, как бы, скучный. Ну да, картонный. Поэтому слушайте в машинке по пути на работу, полчасика. Вот, я хочу вот это совмещать, комбинировать, чтобы все-таки человек не улетал в космос, там, вокруг картинок брендов, да, и все-таки у него были твердые какие-то понимания вещей, но при этом не забывал о том, что это все-таки эмоциональный кайф какой-то заниматься делом, ходить на работу не ради квадратненьких каких-то. Так вот, мы ходим, мы же сейчас на работе, вы же понимаете, я хожу на работу, поесть пиццы и попить вино с A-Arm. Слушай, у тебя есть еще телеграм-канал, мы все ссылочки на соцсети Влада оставим. А ты там как-то написал, ты, кстати, был пожестче в самом начале, потом ты такой, типа, ну давайте, давайте немножко сглаживать углы, но в начале было пожестче. Так вот, если можно я процитила. Если автор на старости лет, автор книги на старости лет решил без купюр рассказать историю своего бизнеса, то не сомневайтесь, там пиздеж. Никакие бизнес-книжки работу не делают и удачи не приносят. Читать лучше то, что по кайфу или экономят время в будущем. Я сейчас смотрю картинки в книге Загмайстера и Уоуша о красоте. Это вот эта книжка. Во-первых, мы покажем вам картинки, а во-вторых, объяснить, пожалуйста, не надо читать бизнес-литературу. Как-то я взял в руки книгу SEO Диснея. Рубрика Википедия. Рубрика Википедия, забыл. Это потому, что у нас монтажа нету. До этого я много бренд-сторис читал. Там Икея, Найки. Сто известных компаний. Да, условно, сто известных компаний. Известных, истории-то. И сидит человек, продавец обуви называется. Фил Фил Найт автор. Так вот, это классная история. Давайте меняться местами с автором, который пишет эту книгу. Давайте себе представим. Я уже зрелый, состоявшийся человек, предприниматель. Я построил историю, которая оставила очень много следа вокруг. И до сих пор оставляет. Разумеется, что я хочу отдать какой-то, в общем-то, свой восторг этому всему. Это мое наследие. Это не то, что дань. Это просто зафиксировать то, что я построил. Это мое легаси, наследие. То есть я вышел. Я позволю себе быть где-то человеком, который допускал ошибки, справлялся с трудностями. Но если мы с вами объективно вспомним большие громкие скандалы, проблемы, регулярные суды у любой корпорации мира. Коррупция, да. Ну, камон, да. Это шесть раз в день происходит. Это шесть раз в день происходит. Там отравляют воздух, отравляют еще что-то. Взорвался телефон, дети там еще. То есть очень много этих событий, которых нет в книге. Нету событий, которые, когда такие случаи происходят, как инвесторы тебе угрожают и шантажируют. Как они шантажируют твои семьи и так далее. У меня есть такие... Я почему это говорю? Потому что у меня есть очень такие неплохие европейские ребята из фонда, которые занимаются инвестициями венчурными. И не только венчурными. Европейцы, немцы. И у них есть кейсы, где ребята из Украины, из России, владельцы частей фондов, которые инвестируют в компании. Они просто, ну или американские, ну то есть не важно, совершенно не важно с какой страны, но поведение такое, когда у тебя большие деньги вложены. И есть вопросики, мягко скажем, то, ну как бы риторика не в книжках, в книжке такое не написано. То есть они не захотят... А очень красивая. Да, это очень... Ты не думал, что они просто вот эти все истории, они их помнят, но они не хотят их вспоминать. Для них это не главное, типа. Ну были проблемки, были, но в целом мы же красавчики, компания большая. Я не против красивой истории. Так в итоге, то есть ничего не научат они? Оно научат с одной стороны, ты как будто смотришь, и если в Берлине стоять на музейном острове и смотреть только в одну сторону, безумная красота, архитектурный баланс. А если ты развернешься просто хотя бы на 40 градусов, ты увидишь вакханалию из объектов, которые друг с другом просто вот не связаны, ну они нападают друг на друга. Вот просто, ну, то есть это как бы... И это ты не выпил еще. Не, ну это плохо. Ну да, понятно. Или там, ну, это, опять же, если ты человек, опять же, я не ругаю, если человек, который хочет получить дозу вдохновения, он ее получит. На здоровье, пожалуйста, читайте. Это у меня был такой passion, просто я хочу разбираться в вопросе. Я хочу на него с разных сторон посмотреть. Я люблю истории, которые не как бы не заисклили. Не сахаровые, да. Я хочу книжку, как мы все угандошили, почитать. А кто бы ее лучше всех написал? Вот Андрей Анистрат написал там какую-то книжку. Он так и назвал. Как это фейболбанк или что-то. Да, что-то такое. Я не читал, но обязательно прочту, посмотрю. Ну вот такое вот. Наверняка есть еще такие книги, я, к сожалению, до них не буду. Все о красоте. Да, давай, кстати, вот в картиношке я тебе попросил. Чтобы подрезюмировать, потому что можно открыть ящик Пандор. История компании нет, а вот типа практично, вот Траут, окей. Можно прочитать? Да, потому что это больше научпоп. Научпоп. Да. Это инструмент. Давай, может, ты прокомментишь какие-то здесь. Вообще, что это за книга? Зачем она? Ты, конечно, откопал. Это в посте было написано. Это какой-то там год, да, два назад. Ну, в сентябрь. Да. Вот. Что такое красота? Это книга о красоте. Да, это австрийский дизайнер, графический дизайнер. Автор здесь Загмастер и Уолш. У них была компания. Это два человека. Да. Джессика Уолш и Штефан Загмастер. Он приезжал, его Кама привозила. Этот чувак. Он считается очень крутым графическим дизайнером. Очень долго ругали. На камеру, пожалуйста. Очень долго ругали банду за то, что они Евровидение у него уперли. Дизайнер? Да, банда. Под Евровидение. За что выиграли бронзу в Каннах, что у него были уже нарисованы такие подобные вещи и так далее. В общем, он очень крутой граф-дизайнер. Он в Инстаграме комментирует чужой дизайн. Говорит, почему он плохой, почему он хороший. Ему присылают письма, он туда постит. Он показывает разные объекты из разных... Почему одно красивое, а второе. А что красивое здесь? Здесь много чего красивого. А где некрасивое можно увидеть? Здесь нет. Здесь только красота. Может быть где-то что-то проскакивает, но это субъективно. Потрясающе красиво. Что это? Это как в Амстердаме стоит эта штука. Это надо контекст понимать. Ну да, наверное. Что тут происходит. Ну вот, например, в отрыве от этого паттерна, от картинки отдельно взятый объект может быть абсолютно уродливым. Да. Ну вот, например, просто это просто кусок силикона из груди чьей-то. Вот, а это какая-то просто как будто... Это ты после работы с Каминским уже стал разбираться в силиконе. Я обожаю Эдгара, мы с ним фотографиями все время перекидываемся. Он обожает фотографировать, я обожаю фотографировать. У него лейка? И фуджиков, и у меня тоже много лейк и фуджиков, поэтому... Ну это же цифровая, да? Это цифровая. Окей, ладно, вернем сюда. Книга о красоте. В общем, кому ты ее рекомендуешь? Я рекомендую вообще... Вот смотри, какой прекрасный фарфоровый... Это из фарфора сделан. Класс. Ну это ручная же история, да, скорее всего? Да, называется Вечный сон. Это японец Катсу Аоки, автор. Так, а написано о чем? О красоте, о том, что такое красота, как ее видеть, как ее распознавать. Люди иногда вот они ходят по вот таким переходам просто где-нибудь в Берлине. А здесь есть красивая асимметрия, паттерн, красивый свет. А мы его не видим, просто мимо его проходим. А это golden hour, например, заходит солнце, светит в арке, посмотри какая красота. А вот это обыденность? Тот же переход? Нет, почему нет, это ГДР какой-нибудь, Берлин, это тот же переход. Это тот же переход, только в разное время. Слушай, ну вот эти книжки, я понимаю, начинающий преднаватель рассказывает, что такое надо смотреть. Смотри, там нету, да, ну это же нет. Ну прикольно, а мне денег как заработать? Да, да, да. У Ицхака Адизеса, у того... Я себе на полочку кладу, но я не... Хочешь мы ее можем разыграть? Серьезно? Да. У тебя никто ничего не разыгрывает, все жрать приходят. Тостеры. А я когда ты сказал ее взять, я на секунду подумал, что наверное надо просто такую красоту кому-нибудь подарить. Мы потом придумаем за что, поэтому красивая книжка за какой-то красивый комментарий, наверное, должен быть. Ну мы придумаем. Напишите красивый комментарий, боже мой, все. Просто красивый комментарий. Это как-то... Как-нибудь, да, мы выберем. Мы не знаем, что такое. Мы же не знаем о красоте пока еще, ничего. Вот ребята должны доказать, что они умеют. Что это за маленькая пицца? Она так и была, я специально заказал маленькие. А, да? У них есть маленькие. Все, зрители же хотят слюной облиться. Это маленькая пицца. Нет, у них есть большие, но я заказал маленькие. Ты хочешь? Нет, спасибо. Ну ладно, мы сейчас ее попробуем. И у нас вторая есть, это... Ты писал, что у тебя в пятницу день джанки-фуд, да? Да, ну может быть, да. Может быть, да. У меня была вся неделя только что в Грузии очень тяжелой еды. Поэтому я временно не праздную пятницу джанк-дэй. Слушай, можно я попробую? Потому что я... Да, на здоровье. Вот это их... Подойди, пожалуйста, еще раз. Это их мини-версия пиццы, которая состоит из четырех их разных пицц. Я тут уже не смогу определить, какая... Но мы ее заказывали свежие в ресторане, большую. Это просто разрыв мозга, она офигенная. Слушай, а у тебя о чем канал вообще? У нас канал о еде. Ты знаешь, сейчас приветствуется гибридная Рома. Привет, Дима. Тут Рома ест. Это рекурсия, да? В Тбилиси на меня напала собака за то, что я фотографировал, когда она ела. Серьезно. У нас в Грузии закон, ты не должен меня фотографировать. Одна ела, вторая стояла на шухере. И у меня есть даже фотка. Я потом пришлю и... У нас нет монтажа, поэтому прямо сейчас с телефона покажи и все. Сейчас найду. Вот, это было за секунду, как вот эта, которая ела. Этот на шухере стоит, а этот ест. И они все чипованные, видите? Их можно по мобилке найти, отследить. Так ты их нашел? По мобилке. Ну где собака? Нет, ну я мимо проходил, и вот она ест, и вот она так на меня смотрит. Все, это за секунду до того, как она сейчас начнет на меня... Атаковать. Я тебе еще хотел показать... А, обсудить с тобой iDemio. Мы... О. Да. Помнишь? Да. Ты был там два года назад, давай вкратце расскажем о компании. То есть ребята, которые занимаются безопасностью, да? Глобально. Номер один в мире считается. То есть они занимаются идентификацией лиц. Они надо разделить их работу на три типа. Просто скажи немножечко, ты был у них в главном офисе, да? Да, я был у них в главном офисе. В Париже или где? В Париже. Да. Это компания, которая объединена с двумя другими компаниями. Я не помню, как они называются, но они слились воедино для того, чтобы быть более сильными. Их ключевые клиенты это Интерпол, это МОСАД, это правительство Евросоюза и так далее, так далее. Они чемпионы по документам. Они разрабатывают документы, биопаспорта, это их авторство. У них очень много патентов. Они делают документы для дипперсон, пропускные документы, чипы и всякая такая история. Это документы. Знаешь, чем они должны заняться в 2021 году? Помочь Apple разобраться, как разблокировать телефон в маске людям? Да. Или нет. А второе, это тип их работ, это как бы предотвращение, это давать инструмент государственным организациям и коммерческим для того, чтобы предотвращать незапланированные события. Угоны, вождение неправильное, неправильное вождение в поводу того, что повороты не включил. Но, конечно же, все эти технологии потом натыкаются на мораль государственности, когда технология начинает просто прессовать человека. И там как раз был предложен пример, как в виде теста в Японии или в Арабских Эмиратах, вот в какой-то одной из этих, там было два примера в какой-то из этих стран. Где человек повернул без поворота, просто не включил поворот. И просто автоштраф и добрый вечер. Так это поворот, она поняла. Плюс, когда мы зашли в здание, на моем личном примере было показано, то есть меня выбрали среди нашей толпы, то ли они самые невыспавшиеся были, не знаю. И говорят, вот вы зашли в здание, я же хожу. Походкой террориста. Там есть паттерны определенные, поведение, то есть они изучают лица, у них есть огромная база данных лиц, то есть есть рейтинги определенные, 3,5 тысячи пунктов в аэропортах, как они определяют таможенники человека. Знаешь, как таможенники вообще тренируются лица распознавать? Верх ногами. Фотку смотрят вверх ногами. Ты когда-то смотрел на человека в лицо вверх ногами? Ну да, были в интернете всякие мемчики или что-то такое, но это странно очень. Это тебя тренирует? На этой пробочке, кстати, насчет преступлений, 17-е преступление, за которое тебя могли высылать в Австралию, это если ты был капиталом судна, которое перевозил слишком много людей и некоторые из них по Темзе именно. По другим рекам можно. Перевозил много людей по Темзе и если несколько, несколько из них утонули. Представляешь? Несколько это... Any, any. If any. Даже один. То есть по Темзе, но в других реках тонуть можно. То есть если ты нарушил количество... Ну конечно, не поедешь в Австралию в отпуск. Да-да-да, королева была такая. В Темзе мне трупы не нужны, в других реках, пожалуйста. Так, у нас есть рубрика вопрос от оператора. Андрей, ты заготовил что-то для Влада? Да. Да, давай. Значит, у тебя в Инстаграме недавно был пост про клининговую компанию, которая наняла автобус, чтобы возить своих людей во время локдауна. То есть они искали возможность работать. И в то же время я как клиент сталкивался со своими компаниями, которых административно закрыли, не давали им возможности работать. Но они вообще никак. То есть у них единственный путь только онлайн. Они заказ не принимают, на звонки не отвечают. И в то же время видишь митинги, фопов, протесты не дают нам работать. Как это вообще складывается? Почему? Как на них повлиять? Это они не хотят ставить себя на место клиента. Это какой-то протест, что нам не дают работу, мы не хотим. Мне кажется, это внутренний протест такой. Я вам пример свежий из Тбилиси расскажу. Там карантин выходного дня. То есть понедельник, вторник, среда, четыре, пятница. Все открыто, рестораны открыты до девяти. Гуляй не хочу. Собаки едят на улице. Все хорошо. Суббота, воскресенье только на вынос. Смысла в этом нет никакого. Люди в парках просто толпами друг с другом находятся, едят хачапури. То есть все то же самое. И люди, которые продают еду в ресторанах на вынос, они озлые. Ну, озлобленные. Я не знаю, может быть, в комментариях кто-то напишет, нет, мы такого не встречали. Но мы за пять дней, которые там были в будние дни, получили удовольствие от обслуживания вообще в ресторанах. Потому что это было прикольно. Но на выходные, куда бы мы ни приходили, нас все время как бы... Ну, то есть не брали чего-то, это же не обслуживание, это мы на выносы. Ну, как бы, то есть люди раздраженные. Их бесит это. Они... Я клиент, я принес вам деньги. Из-за того, что вас государство как бы поставило в неудобное положение, мягко скажем. И они просто на фоне вот этого всего возмущения, они тебя даже не видят. Ну, то есть они у них нету... Ну, то есть они тебе не благодарны, они не рады этой ситуации. Они вынуждены. И вынуждены это делать в полумеру, им это не нравится. И вот очень просто прям чувствуется их возмущение. В каждом официанте, в каждом... Это в основном владельцы на АКВ. Забирай свой хачапури и не приходи ко мне в понедельник. Не так, но это вот там раздраженно. То есть, что вы будете? Да, что? Да, хорошо. Да, здесь все, здесь нельзя есть все. Вот все. Иди отсюда. Ну, вот так это работает. Слушай, а насчет, кстати, там понедельника выходных у тебя в Телеграме написано по вопросам работы с 10 до 18. Да. Это что это за такой манифест? Троллинг. Троллинг? Да. На что это повлияло? В связи с чем это появилось? Я это написал когда-то, когда... Я просто, во-первых, это написал, чтобы проверить вообще кто-то это видит или читает или нет. Ты увидел, спасибо большое. Благодаря Андрею. Первый раз, когда я это заметил. В остальном нет, это не работает. Где просто... Так можно было написать там, не знаю, пин-код от карты и проверить. Как помнишь, у Монобанка была история, они... Прикольно. Кошельки теряли. Не, не кошельки теряли, они в пользовательском соглашении где-то в середине вставили ссылочку и написали, ты идешь по этой ссылке и получишь там, помню, железную карту. Платиновую. Платиновую карту, да. Никто не перешел за 9 месяцев. Там 70 страниц. Да, да, ну там 70 страниц, где-то в середине это было охерня вставлено. То есть никто не читает. Ну то есть твой Телеграм-канал, точнее Телеграм... Тоже никто не читает. Никто не читает. Никто не читает, да. Не-не, это не Телеграм-канал, это твой личный, твой личный. Да, да. Ну вообще твое отношение к работе. То есть вот мы сегодня встречаемся, выходной день встречаемся, тем не менее. У меня нет. Мой самый последний пост, который я написал, подписывайтесь на Телеграм-канал, на Инстаграм. Добро пожаловать, с удовольствием. Там общаюсь с ребятами. И я написал о том, что мне, например, раньше, то есть все в башке. Вот все в башке. Если оно тебя, если тебя работа в целом и в будни давлеет, да, то есть ты просто вынужденно настраиваешься, что в понедельник тебе надо просто быть как бы хэппи, быть довольным, там, приходить на работу как-то. А в пятницу надо все, пошли, все это самое. Я в драме, да. То это определенный, ну как бы, это просто майн-сет такой. Тебе просто больно и сложно. Ты начинаешь... Вот, кстати, к разговору про алкоголь, например. Да. Хорошо было, конечно, завести его. Да. Да. Я просто уже выпил, поэтому я так с опозданием реагирую на твой. Да, я и вижу, что ты стал более внимательным слушателем. Что? Что ты там говоришь? Вот. И когда ты реально на стрессе, дофига работаешь, у тебя много коммуникаций за день. Ты приходишь и сбиваешь это бухлом. Просто сбиваешь это. Да. И когда ты слишком долго это сбиваешь, неважно насколько аристократичное твое бухло, в моем случае, то ты со временем начинаешь понимать, что в какой-то вечер, если у тебя нет бутылки дома красного, то, ну, земля гори и бутылка красного должна появиться. И это как бы не прикольно вообще. И в какой-то момент ты понимаешь, что это там сильно влияет на качество твоего там тела, жизни, веса и вообще то, как ты думаешь. И в смысле ты не можешь расслабиться. Ну, как бы тебе надо сбить именно там чем-нибудь алкоголем там или еще что-то. Я так разгоняюсь сильно в течение дня, ну, просто вообще, что вечером просто не мог заснуть. Я когда перестал пить, я, наверное, три месяца не мог себе найти место. Я у меня ходил, веником все подбирал там, ну, там как бы там пересадил все цветы дома. То есть это был, ну, удивительный экспириенс. Это сейчас 0,1% всего того, что было. Так. Это просто, ну, целая история отдельная. И, ну, потом со временем ты учишься, чтобы не сбивать это, потому что это состояние подрыва, да, определенное. И оно нервозное, оно не созидательное ни хрена. Но как только ты начинаешь по чуть-чуть себе объяснять, что все-таки, ну, чувак, ну, то есть ты же на работу ходишь не потому что тебя кто-то заставил. Ну, так, где, где твой кайф там на работе? Где твой кайф в проектах? Где, что, что тебя вот там в этом всем вообще поджигает, да, там, где, где то, что тебе нравится, а где то, что тебе не нравится. То есть ты смог таким образом немножко скукурировать свою... Да, да, отношения. И это прямо, прямо сильно все поменяло. Прикольно. И вечер, не вечер, и выходной, не выходной. То есть мне вообще по кайфу вообще все стало. И действительно это меня не напрягает. И каждый раз, когда что-то появляется, там, кто-то мне пишет по какому-то поводу. Раньше я, возможно, субботу... С какой радости ты мне три часа в субботу пишешь, человек. Ну, типа, где ты? Ты вообще не знаешь, что надо? Календарь видел. Календарь видел. А с чего я психую? Ну, с чего? Что этот человек мне сделал? Ну, написал. Ну, что? Какой-то манифест этикета написал, подписал какой-то, чтобы не писать. Ну, окей. Ну, да. Может, это мои проблемы. Отключи телефон и не трогай его. Да, да. Ну, твои проблемы. Давай на этой позитивной ноте завершим наш эфир. К счастью, мы записали два часа, поэтому будет что вырезать. У нас эфир без монтажа. Но, тем не менее. Надо вырезать. Сто процентов. Так. Что? Давай, финальные какие-то эти самые штуки. Значит, друзья, напоминаем, у нас есть книжка. Влад, сейчас что ты здесь напишешь? Я здесь нарисую смайлик. Мне так жалко ее портить. Я ничего не буду писать. Она просто красивая очень. Уважаем. Так. Я все книги обычно подписываю. Возможно, она даже подписана. Вернуть в библиотеку, да? Не, серьезно. Я все подписываю. Но вроде бы нет. Вроде бы может быть в конце. Ну, в общем, очень жалко ее разыгрывать. И... Она не подписана. Но, да. То есть, не будем ее осквернять. Пусть она будет красивая. Она просто красиво может лежать на столе у вас дома. И все ваши гости будут задавать вам вопросы о вашем новом увлечении творчеством и вкусом. И это будет прекрасно. Класс. Красивый комментарий. Мы выберем самый красивый. Черт возьми. Что бы это ни значило. Красивый комментарий. Ну, вот надо угадать. Вот, если ты увидишь, это красивый комментарий. Хорошо. И мы отдадим книжку. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал. Колокольчик. На канал Влада. Который называется... Как он у тебя называется? Влад Ноздрачев. Да. Логично. Вполне. На канал Влада, который называется Ноздрачев просто. Маленькими буквами. И на подкаст Влада, который просто называется Влад. Влад еще не определился с общим кем-то... Там и там, и там написано. Влад Ноздрачев. Просто, чтобы было проще найти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова